Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, третья франшиза получилась не очень такая и качественная, но все равно достойна внимания. И нам показывают самого кролика, который идет под палящим солнцем. Найди сайт Амино777 и получи 771 рублей на игровой счет. Нам плевать, уберите эту информацию, автор видео. И, короче, как мы видим, Банни Мэн поймал ребенка. И ничего доброго ему и не делает. Только да и бьет его. Наконец, нам знакомая надпись попадается. Школьная остановка. О, боже, сколько километров кролик тащил этого бедного ребенка. Наверное, очень много. И он потихонечку начинает его распаковывать. Кролик снова надеется поймать жертву. Но видит, что ребенок не очень встающий. И еле... Бог... И слава богу... Ну, короче, и еле усаживает его на скамейку. Он им даром психанул. Окей. Но закончить сеанс ему не удается. В смысле, сеанс жертвы. И его находит шериф. Приезжает херовая копья шерифа. Которая возмущенно кричит ему. Удними вверх чертовы руки. Я дважды просить не буду. Отойди от ребенка. Медленно и плавно. Естественно, кролик замечает езжавшую машину. Которая вроде должна ехать там километров пять. И мы наблюдаем первую... Смотри... 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 Вторую смерть. На дороге. Как-то старик не услышал приближающуюся машину по кривым дорогам. На полной скорости. Пипец какой-то фильм. И нам сразу выскакивает название фильма. Месть Человека-Кролика. Дальше нам демонстрируют знакомство с героями. Кролик, немножко повспоминав свое прошлое. Очень плохое детство. Потихоньку все громит. И спокойно уходит. Дальше переносимся к ужину. Все поедают и разговаривают. Кроме кролика и его друга Джейкоба. И мы узнаем, что кролика зовут Майкл, кстати. Дальше наши маньяки приезжают на место назначения, чтобы, как говорится, половить мышей. В смысле жерд. Жерд. Блин, как ты? Жерд. И берут с собой Майкл, а Джейкоба хрен с тебе. С маслом. Естественно, они потихонечку распаковывают оружие. Я думаю, это будет самый короткий кинообзор. Ловят пару девчонок, а третью кролик убивает. Ну, в смысле, как убивают? Избивает. Да полу до смерти. Полу смерти. Они вместе с Джейкобом тихонечко убирают тело ровно к колодцу. В котором хотят ее кинуть потихонечку, помаленечку. После некоторых мучений, все же маньяки запугивают жертв. На следующее утро к дому приезжают некие туристы и рассматривают все. Недаром замечают они и кролика. Одна из дам предположила, что это всего лишь выдумка. Но, как бы не так. Кролик оживает и все бегут в панике. А парень получает некий... Назовем его хэдшот. Дальше одну из девушек минусуют, точнее вырубают. Дальше одну из них убивают, а вторую дает сбежать. Кролик, естественно, со своей бензопилой ищет ее. Освещение суперское. Просто пипец. Естественно, он проходит мимо гробов. И заводит бензопилу. Субтитры создавал DimaTorzok Дамочка шприцем усыпляет кролика. И ему видится, как какая-то девочка зовет его с собой. Но он, как говорится, не добирает. И начинается довольно классная сцена. Я за нее. Очень классная сцена в этом унылом фильме. Послушайте. Это классный фильм. Мне он нравится. Но куда же кролик убежать? Конечно же в богину. Естественно, я не могу пробежать эту сцену мимо. Но все же он встречает там своего старейшего друга Джо. И убегает от него потихонечку, помаленечку. Естественно, девушку ловят и убивают. Дальше наши афроамериканцы строят дом ужасов. А кролик с Джейковом потихонечку отдыхают наверху входа. Нам показывают сцены под удыловую музыку, которые нам даже не интересны. Все так же те старые горы и холмы. И начинается шоу. Одну парочку женщин убивают таким тупым способом. Будешь пугать нас не настоящей бензопилой? Да, и что ты сделаешь? Отрежешь мне пальцы? Воно. А. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У нас же тут всё отлично. И меня бесит, что всё придётся бросить из-за этого дебила. И тебя. Зря мы разрешили тебе вернуться. Мы в полной жопе и потеряли тысячи баксов. И всё из-за твоих проблем с гневом. Ну, а что ты сделаешь, урод? Эй, Джон, остынь, ладно? Сколько у нас времени? Думаю, где-то минут двадцать. А потом каждый сам за себя. В смысле? Тебе, может, по слогам сказать? Расходимся! Вот и всё, ничего сложного. Пупфоно сначала этому длу ответит за то, что оно сделало. Отведи Майкла на улицу. Ага. Веди его. Прости, но придётся тебе уйти из дома и искать новый. Ничего, ты разберёшься. Но пока что отведи Майкла на улицу. Джайкоб! Веди Майкла на улицу. После чего, при нерывном разговоре, они решают, что нужно убить кролика. Так какой у нас план? Надо убить Майкла. Придётся убить его здесь и сейчас. И будем надеяться, что копы всё свалят на него, а не на нас. Да, но он же... По-другому никак. Это он обосрался и подставил нас под удар. Нам крупно повезёт, если не придётся убегать до конца жизни из-за этого урода. После чего Джейкоб погружает кролику всё в багажник. И тянет вступительную вещь, которую ни одного зрителя втянет в душевные слёзы. Они хотят тебя убить. Тебе нельзя тут оставаться. Обещай мне, что... Что найдёшь своё место в этом мире. И что у тебя будет хорошая жизнь. Не трогай моих братьев. И они тебя тоже не тронут. Обещаешь? Пообращай, друг. Джейкоб! Джейкоб, куда собрался Майкл? После чего они убивают своего брата за предательство. Как же жестоко это выглядело. Своего брата с твуалом. Да ещё прям вот так. Чёрт, чёрт, чёрт. После чего кролик решает заступиться. Но... Думает, что... Может умереть. Не трогай моих братьев. И они тебя тоже не тронут. Обещаешь? Прощай, друг. Естественно, На следующее утро Братья решают убить кролика, Который живёт на свалке. Но, увы, Одного из братьев Кролик забивают до смерти Рукомойником. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 И навсегда. Раз. И навсегда.